В соответствии с тем... Новая система оплаты труда работников медицины начала действовать в марте нынешнего года. Городское положение было разработано в соответствии с требованиями федерального законодательства. Переход от тарифной сетки к квалификационным уровням сегодня идет по всей стране. Его суть – введение ряда стимулирующих выплат. Однако по истечении двух месяцев выяснилось, что часть врачей и среднего персонала в заработках потеряли. Причем это коснулось в основном стационаров, где обеспечивается круглосуточное дежурство. Если раньше за такую напряженную работу предусматривалась двойная оплата труда, то теперь, согласно закону, прибавка будет незначительной. Любое новое положение, когда его принимают, да, не факт, что, возможно, есть объективные, субъективные причины, по которым, может быть, все учесть в одном этом положении. Они потеряли в зарплате по причине того, что им двойной оплаты нет. Но поскольку была поставлена перед этим еще задача, у нас большая проблема с дежурантами. То есть люди не хотят сегодня дежурить, да. И, понятно, эту ситуацию нужно держать под контролем. Держать под контролем и изыскать возможность возмещения недополученных денег медикам за прошедшие два месяца. Такое распоряжение от главы Волжского получили руководители медицинских учреждений. Ведь это от них зависит, чтобы новая система оплаты труда не привела к снижению уровня доходов работников больниц и поликлиник. Это же нужно понять людям. Люди, если считают, что новая система оплаты, то, значит, ясно, что она должна быть с повышением. Просто новый подход. Вот. Никто не потерял в окладе. А стимулирующие выплаты, вы меня извините, это уже решение главного врача. Я хочу тебя простимулировать. Ты хороший работник, я тебе дам столько-то процентов за то-то и то-то и то-то. А тебе я это не дам. Это его право. Но никто не лишает оклада. Понятно, что федеральные власти сегодня нацеливают учреждения здравоохранения на оптимизацию расходов. Причем это касается и штатного расписания сотрудников больницы и поликлиник. Вакантные места сокращаются, а персонал получает больше обязательств. Однако в Волжском и так остро ощущается нехватка медицинских кадров. Еще тут же затягивать пояса просто некуда. Поэтому, по заверению властей города, будут найдены другие пути увеличения заработной платы, но ни один медик не попадет под сокращение. Елена Лыкова, Елена Мурмилова, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба.